ВСУ вернули некоторые захваченные россиянами позиции в Харьковской области и взяли в плен солдат армии РФ, заявил командир батальона ударных БПЛ Ахиллес 92-й отдельно штурмовой бригады Юрий Федоренко. Первоначальный натиск россиян в Харьковской области угасает. Они несут большие потери, говорит заместитель командира легиона «Свобода России». В этом районе уже несколько суток работают наши подразделения вместе с другими российскими добровольческими подразделениями. Наносят противнику огневое поражение, удерживают наши позиции. За последние пару суток противнику единственное, что удалось слегка продвинуться в западнее Волчанска, но это незначительно. Операцию по попытке захватить плацдарм на севере Харьковщины осуществляли за счет пехотинцев, которые должны были преодолеть большое расстояние без транспортных средств. Этот факт подтверждает один из российских военнопленных. Таким образом, российское командование искало варианты уменьшить потери от украинских дронов и другой высокоточной техники. Когда мы уже прибыли сюда, за 10 километров от поля боя, нам просто обернулся, комитет сказал, пацаны, выйдите на пушечное мясо. Но уже отходить назад не было никакого смысла в этом, потому что сзади тоже шли минометы, шли кассеты. Нас тоже всех накрывало, много крова положило уже. На Харьковском направлении присутствуют также кадыровцы. Накануне десятки солдат этого подразделения накрыло украинской авиацией, рассказывает военный Легиона Свободы России. Надо понимать, что Кадыров сильно разбавляет свои подразделения. Как правило, у него на одного этнического чеченца приходится примерно десяток военнослужащих из других регионов. Кадыров таким образом за счет трупов своих соплеменников и за счет трупов других россиян делает себе политическое ренома. В целом же на Харьковском направлении российская армия довела количество войск до 35 тысяч и продвинулась на расстояние до 10 километров, говорит генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко. И там от разведки боем, которая участвовала на направлениях Липцы, это на север от Харькова, и на северо-восток в Овчанск, начали боевые действия до 4-5 батальонов с бронетехникой. Они потянули сюда резервы боеприпасов. В ходе боев противник продвинулся на 6-10 километров на разных направлениях и увеличил количество задействованных войск где-то до 35. Основная цель Росармии сейчас – сформировать так называемую буферную зону вдоль границы. Фронт этой зоны расширился до 75 километров, говорит эксперт. Бои интенсивные с нашей стороны. Это проведение стратегической операции оборонной с активными действиями, то есть проводятся контратаки. За минувшие сутки общие потери российской армии в Харьковской области составили 209 солдат, 43 единицы техники. Украинские защитники уничтожили боевую бронированную машину, 4 арт-системы, 11 автомобилей и столько же дронов. Кроме того, повреждены три танка, одна боевая бронированная машина, 3 арт-системы, 4 автомобиля, сообщили в Генштабе. В Волчанске две группы пехоты российской армии обнаружили пограничники бригады «Стальная граница». Одна из них находилась под мостом, другая в доме. По координатам отработали операторы от пивидронов. Тем временем камеры наблюдения зафиксировали, как волчанские солдаты Путина группой мародерят один из домов в захваченной ими части города. Вероятно, подготовились, подогнали автомобиль ко двору, чтобы украсть как можно больше у украинцев, которые эвакуировались из города. Накануне российская армия в очередной раз обстреляла Волчанск. Погибла 60-летняя женщина, еще двое мужчин и две пожилые. Женщины были ранены, сообщили в областной прокуратуре. Ударила российская армия и по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая Харьковской области 6 человек погибли, в том числе беременная женщина. По меньшей мере 16 ранены. Среди них 8-летний ребенок, сообщили в областной прокуратуре. По предварительной информации, удары нанесли ракетой «Искандер-М». А в результате атаки по Харькову накануне 5 человек получили осколочное ранение. Среди пострадавших двое детей, сообщил мэр города Игорь Терехов. Уже более 10 тысяч человек эвакуировали из Харьковской области с начала наступления россиян. Все населенные пункты северного приграничья, а особенно Волчанск и Липцы, практически круглосуточно находятся под огнем российской армии, сообщил глава Харьковской области Олег Сенегубов. На данный момент эвакуация – единственный способ спасти жизни мирных людей. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Новости Донбасса», чтобы первыми узнавать о самом главном. Продолжение следует...